Минуточку внимания, дамы и господа. Добрый вечер вам желаю, профессор на связи. Страшная ли игра? А чёрт его знает, господа. Мы играем за главную героиню, которая потеряла свою сестру. Точнее, как потеряла. Были письма, потом она и исчезла. Очень стало интересно, куда же она запропастилась. Через некоторое время мы получаем внезапно письмо от сестры с просьбой приехать на какой-то глеймерс корабль, который был разработан, спроектирован Николой Тезла. Знаете, что за чувак, да? У него молнии отовсюду, из глаз, из ушей, из задницы. Ну, такой он, электризованный человек. Мы получили это письмо, а там написано, приезжай на этот корабль. И мы согласились. Мы согласились, мы приехали на этот корабль, нас никто не встретил. Он размером, знаете, с Титаник, если не с два Титаника. Огроменный и напичкан всякими непонятными вещами. Мы даже нашли нашу сестру, но ее кто-то убил. Роуз, ты там, ответь! Отзовись, Роуз! Роуз, ты же! Ответь мне! Роуз! Это тот, кто в запертии сидит. Отстань, Обри. Сейчас или никогда, Роуз. Они приближаются. У меня скоро кончатся двери, и я не смогу их задержать. Мне все равно. Ее больше нет, Обри. Я опоздала. Ее больше нет. Вот в этом чембере и погибла наша сестра. Это мы головой долбились об стекло, потому что, ну, очень, очень было жалко ее. Я, говорит, не пойду в машины зал за тобой. Но как? Ты же обещала. Ты давала обещания. Я знаю, Обри, я знаю. И я сдержу, конечно, слово. Но сестра попросила меня сделать одно последнее дело ради нее. Я должна сначала выполнить ее просьбу. А, семья на первом месте, я понимаю, да. А, куда тебе нужно пойти-то? В театр. В театр, в театр на представление. Как не туда попасть? Открой дверь в отдел физических исследований. А я пока подумаю, как тебе добраться в театр. Скоро буду. Буду скучать. Такой надоедливый. Заедливый, боже мой. New Dimension. Новые измерения, новые грани. Сейчас мы находимся в Dim Physics Lab. Ага, он как раз в лабораторию. Надо получить доступ к этой лаборатории. Может, ты дернешь рычаг-то? Заблокирован. Видите, он как будто... Да, его что-то держат. Был второй рычаг. Профессор очень наблюдателен. Так. Так, Роуз, думаю, у меня есть решение этой загадки. Ты тут? Да, я тут. Что-то горит. Я чувствую запах. Ах, да. Это ядро реактора. Вот даже так. Эпицентр. Именно там все и началось. Выходит, что огонь, который мы зажгли, продолжал гореть все это время. Он днями поглощал гелиусы снутри. Не вдыхай испарения. Это крайне нежелательно. Лучше скажи, что сделать. Видишь, откуда идет весь дым и огонь? О, нет. В общем, тебе нужно пройти через это, прямо через центр. Я ненавижу это место. Слышимость ухудшается. Ядро реактора экранировано, так что пока ты там, ресивер, работ не будет. Тебе придется преодолеть огонь самостоятельно. А какой-нибудь совет напоследок? Не сгори нахер. Позитивный парень. Мне очень нравится. И совет отдельный дает. Один. Один. Два. Два. Три. Спасибо. Рычаг, конечно. О, видел я раньше такие соседчики. Не к добру это. Не к добру. О, аж в носу защипало от этого запаха. Такое ощущение, что... ...кто-то спрыгнул туда вниз. Проберитесь через огонь в эпицентре. Мне бы плакал платок хотя бы какой-нибудь народ. О, ужасно. Роуза, господи моя старшая сестра здесь. Отправляйся в театр. Достань мой второй блокнот. Вместе блокноты станут ключом ко всему. Сейчас как рванет. Видел этот момент заставки. Обещай мне, Роуз. Наверное, это всего лишь воспоминание. О, стоял рядом с ним, когда он решал за секунду такие уравнения, на которые простые ученые тратили недели. Ты о ком? А не Коля? Эм, лифт. Мы нашли лифт. Хорошо. Итак, глава шестая. Трагедия Диониса. А есть идея, где может быть спрятан что-то там, блокнот, видимо? Театр-то не маленький, боюсь, что нет. А насколько большой театр? Ох, ел. Архитектор постарался на славу. Это всего лишь вестипель. Что с руками? Ты пока смотришь там, а мне надо уладить кое-какие дела с приборами управления погодой. Я выйду на связь позже, ладно? Конечно. Конечно. Хрена себе здесь эхо. Послушайте? О-о-о, шикарно. Вы только на это посмотрите. Прекрасное зрелище. Здесь бы послушать какой-нибудь концерт классической музыки. В самом числе. Вот, мисс Арчер. Большой театр Геллиус. Ух ты. Рад, что вам нравится. В этом году у нас прекрасная программа. А теперь взгляните вон туда. Это ваша личная ложа. Откуда вы сможете смотреть все представления. Это была моя ложа, но я настаиваю, чтобы вы приняли от меня это в качестве подарка. Как признание за ваше исследование. Что? Я? Но... Даже не знаю, как вас отблагодарить. Ну что вы, это пустяки. Пожалуйста, зовите меня Николай. Спасибо, но... Что скажут остальные? Начнутся сплетни, что я заняла вашу ложу. Она больше не моя. А люди всегда будут сплетничать. Меня это мало волнует. Пойдем, я покажу тебе свою спальню. Конечно. Личная ложа? Может, ты спрятал свое исследование там? О, гениально, профессор. Как здесь тихо? Будто бы я в чате на канале в Лавгеймс на Твиче. Я что, на Ютубе, что ли, я не понял? Я одно дело на Ютубе. Ты выкладываешь, записываешь видео, и тебе потом в комментариях что-то пишут. А вы что молчите? Дофига занятые, что ли, на праздниках воскресенья? В носу ковыряетесь? Лень пальчиками? Отработаны по клавиатуре? В атмосфере они. Мы с вами в дерьме на Гелиусе. Так что давайте распутывать вместе это дело. Ютуб, ты посмотри на них. Посмотри, запомни, Ютуб, эти никнеймы. Атмосферу они поддерживают. Натурованная страница из дневника. Второй вторник сентября. Дорогой дневничок, сегодня Майкл спутал наши пивные бутылки и выпил из моей. Я сказал ему об ошибке, но он просто рассмеялся. Если он сделает это еще раз, я, черт возьми, цеплюсь ему в глотку и буду сжимать до тех пор, пока он не станет такой же забитый, как туалеты Гелиуса. Хотя он хороший парень. И пахнет приятно, как лаванда и рыба. Тортик. Шоколадный. Я шоколадный не люблю. Судя по цвету вилки и нетронутому тортику, кто-то предпочел не в глаз. Я уверен, что вы на пороге какого-то революционного открытия. Мы предоставим вам все ресурсы, чтобы вы продолжали работать и добились своего. Мы изменим этот мир к лучшему. Да, мы изменим этот мир. Изменим мир! 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 Но это... Я переводил, потому что... Субтитры почему-то... Пф! А, у меня секретная комната есть в моей комнате, отыщу ее, пока я пробираюсь через еще одну секретную комнату. Начни с центра комнаты. Че? Центральная станция. Эйда, я тебя слышу. Используется в театре для вызова гостевого лифта в приватную зону. О, приватная зона, это хорошо. И все никак не пойму эти видения шады, или то, что радио могло воспроизвести наш с ней разговор из прошлого. Такое ощущение, что она все еще здесь. И ведет меня вперед. Может, действительно так. И она знала, что погибнет, а теперь хочет... Не знаю, что она хочет. Ладно, центральная сцена. Как на нее попасть? Сэр, так, наверное, не очень удобно было смотреть. Так, если бы я была сверхсекретным исследованием, где бы я спряталась? О, какая огромная дверь. А ты уверен, что ты поднимешь? Этого парня я знаю. Он поехал кукушкой. Видимо, это как раз... Слушай, мы не пили из твоей бутылки. Ты меня помнишь, Роуз? Ты помнишь, что я ты изделил? Я просто смывалась от тебя. Все от твоих рук дело. Да неужели? А Людвиг не умеет перепрыгивать препятствия, поэтому... Черт, куда он делся? Шутите еще. Давай. А, блин! Сука! Ты дряной ублюдок. Все нормально. Все нормально, все спокойно. Он не сможет пролить через эту дырочку. Конец, что написано с ним. О, видите, конец. Больше нас никто не будет преследовать. Но... Но я же добежала. И прощаться и желать спокойной ночи. Емко, и налево. Ну, это конец. Роузи! Роузи, это ты? Голос у тебя жуткий. Абри, где ты, черт возьми? Был все это время. Ты мне был очень нужен пять минут назад. Ты нашла блокнот, да? Я уверен, что нашла блокнот. Да? Я прав! Да, Абри, блокнот у меня. А потом откуда-то возник Людвиг. О, нет. Ты в порядке? Я в порядке, Абри, и счастье Людвиг угодил в огонь, так что одной проблемой меньше. Ух ты. Прямо парад хороших новостей. Ну, что дальше? Плохие новости? Я заблудилась. Я думаю, где-то здесь есть лифт, но я не уверена. Здесь не все темно. Ага, ну это не проблема. Гляди вокруг и скажи, когда заметишь, что свет вокруг начнет мигать. Хорошо. Хорошо. Сказать, когда свет будет мигать. Окей. Ну как? Пока ничего. О, что же я все привижу? О, это следующий 66. Следующий уровень бизнеса. Я найду тебе лифт. Просто фантастик, Абри. Спасибо тебе, еще раз спасибо. Пора сдержать и мое обещание. Ты даже не представляешь, как я рад это слышать. Сейчас я дай займусь дверьми. О, боже. Только свет не включаю внезапно. О, нет, проклят. Что случилось? Тут... Мерзость. Человек, распятый на стене лифта. Скажи, есть поблизости другой лифт? Я бы не очень хотела, но это... Это единственный. Это единственный, Роуз. Роуз, ты че, кукухи тоже поехала? Я нравлюсь этим городом. А до этого мы типа подобного не видели, да? Ой, извините, здесь мухи и пахнет плохо, и вообще трупы. Давайте другой лифт, пожалуйста. Итак, глава... Седьмая. Седьмая глава. Раздор и риды. Я должен тебе признаться, Роуз. Да. я сказал что у меня есть семья это не так я солдал я уже трогался прости ничего страшного при теперь мы спасать тебя не будем рад это слышит потому что боюсь тебе придется постараться чтобы попасть на мою сторону машинного зала да уж конечно я люди наверно куда мне идти до машинного отделения свою мать эй роуз не нужно это уладить да и сделай это посише пожалуйста боже мой обре 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 сгорел сгорел вы не нужно больше освобождать что такое что там кино показывает ой парень ты здесь впервые только бы успеть только бы успеть нормально нормально нет не нормально за секунду до смерти я все еще здесь о бреда я прошла через машинный зал впереди находится гидравлика управление давлением распределительная катушка нагревает накопительные резервуары ты должна снизить давление чтобы открыть защитную дверь слишком сложно для журналистов отыщи клапаны давления рост поверни колеса клапан главное не повернуть чтобы нас также размазала по стене ага а вентиль нету вентиля а вот он колесо клапана так никола будет обре это ты виновник торжества бенни винов обре что у тебя с рацией ох ты мать твою ты справилась роуз все сенсоры горят зеленым защита дверь должна быть открыта последнее препятствие мы сможем смыться с проклятого судна ладно последнее препятствие что теперь вообще помнишь эту гигантскую неисправную распределительную катушку это знаешь что иногда не стоит объяснять лучше просто увидеть проходи я удивлен что с этих шестеренок не свисает куски мяса пока не свисают а пока не свяжет поэтому пройдемте пройдемте не стоит задерживаться гигантская распределительная катушка я назову ее фридой такой же фридной как это не волнуйся там тебе ничего не грозит пока ты не находишься под прямым воздействием ударной волны ты в безопасности рад услышать можешь меня увидеть я высоком здании по правую руку от тебя видишь меня в окне роуз видишь у тебя такое пузико милый в общем видишь горячее здание вдали днем находится аварийный выключатель постой мне нужно идти аж туда на другой конец я пробежала туда пока электромагнитное что-то там не поджарила все вокруг я тут подумал знаешь если ты согласна я открою двери слева и спрячусь в углу на минуту ладно конечно мне все равно не хочется слушать твои крики а вот вы знаете куда бежать я ровец смысле а как же я спрячусь здесь ничего не произойдет же да а ничего не произошло чёрта чёрт 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 подозрение о о уже все откуда мне знать я же поделу чертова херовина сработало сейчас Сейчас посмотрим. Одну минуту. Я думаю, сработало. Слабо богу. Не могу поверить. Ты справилась. Я буду жить. Эй, Обри, не ори. Тут монстры ходят. Обри, Обри. Как это значит того, чтобы наконец убраться из этого проклятого места? Ага, самое время. Иди по металлическим дорожкам. Они выбьют тебя к центру... к... к центру управления. Я уходу, Обри. До свидания. Обри? Только не говорите, что его тоже настиг монстр. Где ты, Обри? Давай же, пойдем. Ну да, это Бенни. Оно было очевидно, да. Бенни. Фу, Бенни, ну ты и навоняла. Она здесь. Я думал, что только у меня... Привет, Рози! Ну, ни хера себе. Я пытался сказать тебе, и вообще это уже сказал. Я лжет, Роуз. Я слышал все, а каждое твое слово, как только ты попала на борт. Твой первый разговор с Адой до того момента, когда последние слова слетели с ее губ. Я даже слышал ваш разговор с... Николя. Обри, что ты... Это не блокировка-то, что подавляла ваши переговоры с сестрой. Это была очередная ложь. Это была я. Я иностранец. Роуз. Я мальчик. Но зачем? Потому что она отняла у меня все! Все, что у меня было! У меня было его внимание! Его уважение! Его ложа! Его спальня! Но она все это забрала! Я был важным человеком на этом суде. Но теперь... Теперь пришел час заплатить по счетам. Начиная с блокнотов. Вот этих вот длинных блокнотов. Я убью тебя. Ты кое-что забыла. Это я направил потустороннюю энергию к твоей сестре в операционную. И сейчас точно так же и направляю потустороннюю энергию к тебе. Прямо сюда. Так что лучше поторопись. Эти штуки появятся здесь с минуты на минуту. Компания. Не самая приятная. С помощью этих штуковин. Я порабощу всех и вся весь мир. Ну, классно. Потусторонняя энергию. О, черт. О, господи! А че ты так медленно ходишь? Давай откроем и закроем. Откроем и закроем. Откроем и закроем. Ну, господи, давай быстрее. О, боже. Ээээ... Ну, не налево. Эээ... Мне... В эту дверь? Нет. А вдруг они не могут перемещаться по... Закройте глаза! Николай? Николай... Чео будет хорошо. Они ушли. Всё будет хорошо. Ух, Коля спас. Глава. Восьмая. Цветы Персифоны. Ада как-то рассказала мне, что её упрямость... её доведёт до смерти. Нужно было послушать её. Я не думал, что ты доберёшься так далеко. И знаешь, из-за этой ошибки, мои ошибки, мы потеряли Аду. Ольбре открыл дверь, и заражение распространилось. Сейчас он направляется в башню, и там попытаются воспользоваться исследованием твоей сестры, чтобы закрыть разлом. Но я боюсь, что он не сможет понять всю грандиозность исследования Ады, и только усугубит, и без того тяжёлая ситуация. Усугубит. Сейчас я иду, чтобы постараться исправить эту ситуацию, а ещё забрать исследование Ады. Я советую вам оставаться на месте и немного передохнуть. Тут относительно безопасно. Но я не уверен, что вы послушаетесь. Мы не успели бы сберечь Адди жирну, но мы ещё можем успеть сберечь её наследие. И я буду на связи. Это... Операционная. Это место, где погибла её сестра. Что? Её больше нет. Вместе. Вместе блокноты содержат ключ ко всему. Ты можешь это исправить. Обещай мне. Ты исправишь это. Обещай мне, Роуз. Нет! Да как ты поняла, что это ты? Это я несу Аду, но как такое возможно? Теперь я хочу объяснить тебе всё, и ты поймёшь, что бояться нечего. Ты всегда старалась защитить меня, но... Но это должно было произойти. Я понимаю, у тебя много вопросов, и всё кажется запутанным. Но я уверен, что ты сдержишь свои обещания. С любовью. А вот этот вот парень, обгоревшийся ножом, это намёк на то, что... Поёк-то вернётся? Это тело моей сестры? Ты права, да. Пока что всё это не имеет смысла. Ну что за обрывки сцены с прошлого? Можно не пердеть, тут такая сцена, а? Роуз, как ваши раны? Боюсь, я не очень хороший доктор, но я сделал всё, что мог, чтобы подлатать вас. Я в норме. Если это слабая попытка помешать мне отправиться за исследованиями Ады, то этого зря. Наоборот, вообще-то я рассчитываю на вашу помощь. И Ада тоже. Что вы имеете в виду, говорят, что Ада на меня рассчитывает? Она сдохла уже. Ты умерла? Да, она мертва. Но она всё ещё здесь. Её исследования в нескольких временных измерениях и то, что она подверглась воздействию, изменила ход вещей, причём необратимо. Она активировала цепочку событий, которые я попытаюсь полностью понять. В её исследованиях содержится ключ к всему. Просто помогите мне вернуть её блокноты. Помогу. Как только вы доберётесь до башни, мы будем действовать сообща, чтобы справиться с Собри. Что это за место вообще? Зачем мы сюда пришли? И кто играет на фортепиано? Знаете, я бы на месте разработчиков... Я не знаю, что будет, естественно. Я не играл в эту игру ранее. Но самое время нас чем-то удивить. Какими-нибудь новыми механиками. Вот тогда бы это было здорово. Ну и чуть побольше хоррора, всё-таки, раз они говорят про свою игру, что это хоррор. Единственное, что я понял, здесь, естественно, были эксперименты. И они заключались в том, чтобы из альтернативного мира и из будущего, не знаю, брать энергию. Потяните рукоятку для вызова вагона. Мм. Вон. Путь Ореса. А, Орес. Мм. Роу, ты на месте? Да, да, всё хорошо. Иду к башне. И что здесь происходит? Обри перенаправляет энергию со всего Геллиус в безнадёжной попытке закрыть разлом. Но он только делает хуже. Состоронняя энергия просачивается отовсюду. Нужно подняться туда, пока не поздно. Попадите внутрь через ход у основания башни и поднимайтесь. Вскоре вы найдёте большой груз. Груз ответственности. Ладно, это не самый худший план, я полагаю. Поэтому вам придётся держать Обри под контролем. А я использую исследование вашей сестры, чтобы как следует закрыть разлом. У нас не слишком много времени, так что поторопитесь. Это должна быть башня Тезлы. Вы знаете, вот, но разработчики, дизайнеры, они постараются на славу. То есть то, что я вижу, мне нравится. Но оно, вот, визуальное содержание, оно несколько не совпадает, мне кажется, с содержанием вот геймплейным. Можно было бы поинтереснее сделать. Это ты, Николай? Кто бы там ни был, уходи. Я очень занят. Обри. Похоже, тебе нужна помощь с расчётами. О, Роуз, это ты? А ты ещё жива, что ли? Выходит, что тебя убить намного сложнее, чем твою сестру. Недоучёный, ты не стоишь и одного... Чего-то там. О, 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 почему так быстро бегаешь? Как же они достали, как же они достали, о боже. Так, наверх. У меня хватит всего, вижу дверь. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Всё? Мы его потеряли. Слушай, я посвящу твоей целеустремлённости, честно. Ну, вот прямо сейчас мы... Ты отвлекаешь меня от спасения мира, знаешь? Обри, он знает, что ты натворил. Тезла знает. Хорошая попытка. Я закрываю разбом и спасаю Гелиус, между прочим. Николя поверит тому, что я ему скажу. Ты не можешь больше лгать себе. Он идёт сюда. И он знает. Давай, брось. Не можешь придумать что-нибудь оригинальное? Какая жалость. Я избавлюсь от тебя так же, как избавился от Бенни. Если придётся. Можешь взять свои пустые угрозы и засунуть себя в ж... О, о, сэр! Сэр, рад вас видеть. Я думаю, тут произошла какая-то ошибка. Николя? Сэр? Кажется... Роуз, будь так добра, поднимись на лифте и захвати с собой ведро щёткой. Надо протереть пол. Падение и кара. Вот и возвращаемся к мифологии. Обри! У нас есть незаконченное дело. Месть подождёт. Помоги мне починить энергетические цепи по правому борту. Это слева от вас. Энергетические цепи по правому борту. Это слева от вас. Вот это, конечно... Фух. Глава взорвётся. Роуз! Роуз, вы нужны мне здесь, срочно! Время, срочно! Не, конечно! Такой акцент. Странный немножко. Фух. Фух. Больше не повторится. Ты что сделал? Как я зубы буду чистить? Нормально. О, Эн. Отойди. Или умрёшь. Заставь меня. А кто это был? Кто был второй? Время! Маленький поворот. Повторяйте! Поднимите переключатель, Роуз! Поднимите, Тесла, но вы же погибнете! Нет! Вы должны идти! Я должен идти сейчас! Вы должны идти! Лип сзади, Роуз! Спускайтесь! Ну а как же вы? Пойдемте вместе со мной, Николя! Я не уйду без вас! На столе! Да где стол-то, ёлки-палки! О чем про лип, который сзади? Зачем? Пеките, Роуз! Вам надо бежать! А как же вы? Не беспокойтесь за меня! Спасайтесь! Роуз, вы в порядке? Поднимайтесь, Роуз! Нужно бежать! Роуз! Башня вот-вот упадет! Нужно поторапливаться! А вы, что будет с вами? Вы все еще наверху там? Не беспокойтесь обо мне! Просто спасайтесь, Роуз! Бегите! Просто бегите вперед! Что? Почему ты бегаешь? Почему ты бегаешь? Почему ты бегаешь? Это тот же актер озвучивая? Почему ты бегаешь? Почему ты бегаешь? Ух ты ж гир! Ну вообще красиво! Реально круто! Ух ты! Девушки отдыхают! Ух ты! У меня вся спина в осколках, наверное, теперь! Ух ты! Хе-хе-хе-хе. Лох. Ху! На тебя. Мисс Арчер! Вы живы? Что? Как вы остались живых? Ведь башня рухнула. Я объясню все как-нибудь потом. Слишком много факторов. Исследование, которое у вас в руках, может изменить все. Вы у входа в мои личные покои. Впереди находится аварийная спасательная капсула. Прокрутите глобус, чтобы открыть доступ к тайному лифту. Бегите. Прокрутить глобус. Это что, глобус? Шморк. Сейчас мы опускаемся на дно. Я кажется, это предыстория и биошок. Эврика. У него все получилось. Это был финальный лист, где он наконец-то дошел до решения. Проблема. Гоу по тискам. Так, так. Как мне запустить эту штуковину? Я думаю, что-то нажать надо. Я чувствую перегрузку, не знаю, как вы. Мисс Арчер! Мисс Арчер! Мисс Арчер! Мисс Арчер! Блокнот из исследований в безопасности? Ну как? Неважно. Да. Безопасность, они у меня. Но зачем? Исследование. Теперь я понял. Он ключ ко всему. Этот блокнот. Эти исследования. Мы можем вернуть аду. Пролонгация договора оформлена. А дальше начинается субнаутича. Ну или так, да. Причем игра проходится за... За 6 часов. Максимум за 6 часов. Неплохо. Местами даже хорошо. Продолжение следует...